всем доброе утро но сегодня но хотя бы солнечное и вы посмотрите что у нас на дворе такое ощущение что сегодня не 20 29 в общем я опять запуталась в общем сегодня понедельник давайте вот так вот вот такое ощущение что как будто бы на дворе не март не конец марта конец января вчера была ужасная метель целый день посмотрите на мило сколько снега и это при том что двор был чищен два раза то есть у нас соседи чистили по два раза и юра у меня чистил два раза вот даже второй раз не дочистил потому что снег тяжелый снег такой объемный и сегодня даже утром выводили уже собак вы выстрите они дальше не смогли туда пробраться потому что там ну они проваливаются в сугроб в общем здесь потоптались и и убежали туда сбегали и там еще у них есть место я вчера не выходила даже в теплицу целый день провела дома поделала работку дома в теплице я лишь только сделала укрытие сейчас вам покажу пока туда не зашла потом не захожу здесь на улице расскажу по температуре в общем сегодня ночью было минус 10 и 9 ну в общем минус 11 градусов а в теплице было плюс 8 это я считаю за счет того такая температура у меня получилось потому что вот я сделала вот такое вот укрытие сейчас покажу какое я посмотрела у бориса он так делает такой шалашик но у меня вот нет возможности такой сделать шалашик я вот сделала уже на скорую руку что у меня получилось и температура в принципе 8 градусов плюс при температуре минус 10 на улице с одним обогревателем теплица у меня три на 6 обогреватель на 3 киловатта все время у меня спрашиваете под видео я вот вот буду теперь все время все повторять вот так что в принципе вот минус 11 градусов ночью мы пережили ну сегодня солнышко и это очень хорошо потому что хотя бы в теплице нагреется за счет солнышка вчера не нагревалась теплица больше восьми градусов и я поэтому даже не выходила представляю что там вообще на земле холодно очень а вот сегодня уже 11 градусов то есть уже поднялась температура за счет солнышка но сейчас то утром пол девятого пол девятого утра и я уже отключила обогреватель сейчас запущу посудомойку запущу стиральную машину это же знаете потому что электричество приходится теперь контролировать чтобы пробки на счетчике не выбило поэтому вот сейчас пока солнышко светит сразу же конечно настроение поднялось небо такое голубое но я не пойду в теплицу сегодня потому что нужно мне поделать дома я хочу сегодня распекировать помидорчики они у меня уже подросли и еще нужно мне сегодня сходить по делам сашули до сих пор еще не сходила не оформила паспорт и нужно уже сходить в до больницы взять направление на снимки на билеты и так далее в общем короче говоря вот такой у меня сегодня будет смешанный день и сходить по делам нужно будет и дома тоже нужно будет поработать давайте посмотрим что я тут наделала вот смотрите сейчас захожу бегом бегом вот видите как я получается сплошняком накрыла все укрывным единственное что у меня вот в самом самом там начале с двух сторон пробелы но потому что у меня туда рук рука не дотянулась из-за островков а здесь вот я как бы вот по максимуму вот так накрыла все но и мне кажется за счет того что вот тепло наверное из-за укрывного она не уходила и там держалась если конечно ну мне как юра говорит можно под самый верх натянуть укрывной ягодок это получается еще больше нужно будет отапливать и пушка не будет одна справляться обогреватель я имею ввиду я сегодня ничего убирать не буду ну конечно поконтролирую если солнце слишком будет греть я лучше приоткрою форточку а укрывной убирать я не буду потому что сегодня и завтра ночью снова такой же будет холод поэтому пока растения будут вот так я думаю света им через укрывного хватит все равно он пропускает цвет так что в общем здесь вот у меня не хватило и я кусочек здесь подложки сделала вот все хорошо замечательно видите все растет произрастает проходит курс молодого растения рассады ну в общем будущего красивого цветка и бегом 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 закрываю чтобы не выпускать тепло вчера вот я рассадила черенки тайдала ночь они у меня стояли здесь просто так и сейчас вот уже переставлю на стеллаж здесь сильвер здесь red велю а это предыдущая партия череночков я уже некоторые прищипнула для кустистости потому что хорошая уже корневая система у них стала развиваться ну и нужна прищипочка чтобы была красивая пушистая шапочка здесь у меня в сторонке стоят стоит заказик сегодня девушка должна приехать и вчера хочу сказать что у меня были первые покупатели уже приезжала ко мне женщина с устюга мне так было конечно же очень приятно неожиданно и приятно конечно и пользуясь случаем передаю огромный привет город устюг приезжайте почаще так здесь у меня тоже стоят череночки это у меня вегетативная там питунья так который которая очень капризно сохранялась нет у меня ее не выставлена она в продаже но для себя я сохраняю и вот черенкую приумножаю чтобы все-таки бы были сорта ну а здесь потихонечку все подрастает уже также я в некоторых местах все прищипнула сделала прищипку чтобы красивая была кустистая шапочка потому что когда в один стволик это не очень красиво будет палочка с цветочком как говорится вот так что прищипка и удобрение дает активный толчок и рост дальнейшему кустистому развитию вот эти вот тоже делаем прищипку так что запомните их такими посмотрим через недельку какие они будут вот эти вот череночки я не трогала это серия vista у меня на нее не такой большой оказался спрос как бы мне хотелось я так постаралась ее размножить потому что это аналог вот тайдалов но вегетативный и у нее по разнообразнее расцветки она мощно быстро развивается и растет и вот видите какие уже череночки думаю что я скорее всего просто напросто сделаю перевалку и буду уже здесь ее продавать предлагать уже не как черенок а как подрощенную рассаду так думаю будет лучше ну как бы такой выход я нашла из положения тут нахожусь хочу сказать что мне практически ежедневно приходят вопросы о гипоэстесу потому почему он крутит листик ну во-первых я его выращиваю впервые и во вторых у меня точно такая же ситуация посмотрите и до этого когда я его только сейлом не писали в комментариях что вот он у него такая особенность он может крутить листочки это потому потому что ему не хватает влажности то есть почаще я так понимаю его нужно опрыскивать у него такие очень тоненькие тоненькие листочки окажется издалека что они такие плотные они на самом деле очень тоненькие и наверное из-за этого они быстро испаряют влагу я все хотела сделать ему прищипку но никак на это не решаюсь почему-то мне кажется на мой взгляд он пока по крайней мере вроде бы развивается неплохо смотрите у него уже какие пошли хорошие корешки и довольно такие прочные но все равно в любом случае наверное прищипку нужно сделать чтобы все таки для лучшей кустистости ну и пользуясь случаем конечно же если кто-то смотрит те кто уже выращивал гипоэстес и подскажете вот как можно избежать проблемы скручивания листочков то конечно же мы все вам будем очень благодарны здесь я вам еще пока на глаза мне упал плектрантус хочу показать вот из семян посмотрите как хорошо развивается как хорошо куститься у него кустик очень конечно интересно наблюдать за развитием семенного плектрантуса у меня даже и вегетативный то в первый раз но семенной конечно мне вообще больше нравится все равно в любом случае выращивать растение из семян когда наблюдаешь все стадии развития вроде бы из казалось бы такого маленького хлюпни линького растеница получается вот такая вот уже в скором времени красота так здесь вот у меня стаканчик опустел здесь у меня была по моему вот маленькая лаурентия но из маленькой так ничего и не появилось можно стаканчик убрать конечно же очень жаль видите вот у меня тут лаурентия и изотома я вам говорила это одно и то же мне написали но вот все-таки смотрите изотома вот она у меня более такая она развитая более мощная а вот лаурентия вот у меня их было три растения вот одно все уже нет а два растения они пока вот на такой стадии думаю наверное вот здесь нужно прищипнуть потому что как-то что-то под вытянулась она у меня кстати так быстро она вытянулась здесь вот кустиком хотя да я сегодня вот займусь этой прищипкой не очень мне нравится развитие развитие биденса из семян вот в открыть в отличие от плектрантуса потому что какой-то он я вот ему сделала и прищипку но все равно вот это какое-то тянущиеся падающее растение я не знаю что даже близко на биденс но пока по крайней мере не похожи само растение конечно горе горемычное не нравится мне не нравится не нравится вообще так вот таки такое развитие я не очень люблю вот даже тимофила посмотрите она уже даже обгоняет биденс все куститься и куститься с каждым днем такая все росленькая становится конечно очень аккуратно ее вот наверное после пикировки по моему один или два раза ее всего полила так в основном я все опрыскиваю по листу боюсь чтобы не залить не погубить как вот у меня получилось с виталии ну хотя я там тоже старалась старалась вот и резин мне тоже хотела показать что вот все-таки красный цвет она вновь начала показывать а то я уже расстроилась что не будет такого красного цвета но вот все-таки появляется красный цвет и посмотрим дальше на ее развитие будем наблюдать меланподиум тоже такой довольно рослый получается вот один костик там что-то отстает какой-то вот не очень хорошо развивается а вот эти вот костики неплохие здесь хотела вам показать два контейнера у меня с катарантусом который на карантине стоит у меня уже давненько мне кажется наверное даже ну неделю это после пикирования давно ведь я вам показывала я его также опрыскивают при отпрыскиваю от вредителей и пока по крайней мере посмотрите здесь все зелененько нет ни одного погибшего растения что в этом контейнере что в том в том контейнере они у меня даже как-то повзрослее растения на мой взгляд ну это было две разных плошки и видите они он там даже по кустисти вот уже упирается под крышку но я боюсь доставать все таки как-то вот боюсь доставать чтобы вот и не знаю все мне кажется что вдруг там что-то еще есть и пусть она еще постоит на карантине ничего страшного потом все это выправиться то что под крышку упирается а вот эти вот видите которые первые были распикированы не поражены все тьфу-тьфу на них но я также все обрабатывают для профилактики вот тут уже какой хорошенький кустик такой большенький самый ну и корешочки вот как только корешки начинают показываться сквозь стаканчик так сразу же потом уже и зеленая масса растет активно я уже это заметила ну в принципе это это в принципе и нормально да вот там кстати у меня еще нижний ряд стоит махровой дабл каскад бургунди посмотрите уже какой там лес поляна но как только минусы минуют я ее унесу теплицу там уже корешочки лес корешков лес уже зеленой массы ну а здесь продолжают набирать бутончики у меня тритуния вот она красавица а вон там у меня лимба первый цветочек вот распустился она у меня идет с белой каем очка я в этом сезоне выбрала я на этой яркой ноте буду заканчивать сегодняшнее небольшое видео всем желаю крепкого здоровья мирного неба над головой всего вам доброго до новых встреч и до новых видео пока пока